Всем привет! Меня зовут Калина и сегодня мы будем делать с вами упражнение 5.3.1.3 в пакет трейсере. Для этого нужно всего лишь сам пакет трейсер, 20 минут свободного времени и хорошее настроение, чтобы точно все получилось. Ну что ж, начнем. Для этого нам нужно открыть страничку с заданием, скачать инструкцию к нему обязательно, для этого нажать по ссылке и скачать кнопочку «Скачать» и сохранить файлик в нужную вам папку, а также нам нужно открыть ПК-файлик, вот он, и нажать на него, чтобы он открылся. Пока он открывается, я покажу вам, что будет внутри нашей инструкции. Вот я ее открыла в специальной программке, которая называется Adobe Acrobat Reader и она разделена на две части. В первой части у нас будет задание, которое мы выгладим с вами вместе и разберем, что к чему, а во второй части нужно ответить на вопросы для повторения. В этой части у нас 20 вопросов, за каждый вопрос дается 5 баллов, и если вы ответите на себя правильно, у вас будет в сумме 100 баллов. Я этого делать не буду, но вам обязательно нужно заполнить это и сохранить. Вот у нас открылся сам ПК-трейсер, здесь вам нужно ввести свое имя, к примеру, мое имя Карина, далее вам нужно ввести ваш email и дополнительную информацию, но чаще всего это номер вашей группы. И нажать кнопочку ОК. И еще раз ОК. Все. Как вы можете видеть, у нас есть вот такая вот топология. Вот она. И само задание к ней. Вот, открываем задание. И сделаем больше, чтобы нам было удобно им пользоваться. Также можем закрепить его вверху, и оно не будет скрываться. Смотрим, нам нужно нажать на устройство 172.16.31.2, вот оно. Открыть вкладочку Desktop и командную строку. И здесь нужно ввести команду PING, с помощью которой мы отправим эхозапрос на устройство 10.10.10.3. Я его скопирую и оставлю, чтобы не писали. Нужно подождать несколько секунд, пока эхозапрос отправится. И мы можем видеть, что у нас первый выполнен неудачно. И три правильно. И можем сверить. Четыре отправлено. Три получено. Один утрачен. Чтобы проверить, точно ли работает все правильно, можем повторить эхозапрос. Эхозапрос. И, как вы можете видеть, у нас четыре отправлено, четыре получено. Значит, топология верна, и все работает. Соединение есть. Далее, что нам нужно сделать? Свернуть это окно. И в самом пакетрейсере перейти во вкладку в режим симуляции. Она находится в правом нижнем углу в этой вкладке. Также нам требуется для выполнения этого ПК-файлика небольшая таблица в Excel, которую я просто переписала из задания. Вот она. Первая. И также сделала еще несколько таблиц для заданий, которые нам нужно сделать самостоятельно. Вот они. Но мы к ним еще вернемся. Смотрим. Вот у нас есть табличка. И смотрим, что нам нужно сделать. В режиме симуляции. Открыть компьютер. Смотрим, какой. 172.16.31.2. Вот он. И здесь отправить еще один пинг на 10.10.10.3. Нажать Enter. Так как мы находимся в режиме симуляции, эхо-запрос не будет отправлен сам, а будет ждать, пока мы нажмем кнопочку Capture Forward. Что мы как раз и сделаем. Нажимаем Capture Forward и видим, что у нас появился пакет и отправился на хаб. или по-другому концентратор. Далее он двигается в сторону Switch 1 и ипк 172.31.3. Так как номер IP этого пакет не совпадает с нужным, этот пакет не принимается. Смотрим на второй пакет. Чтобы ему попасть на пк 10.10.10.3, который нам нужен, ему нужно пройти... Ой, открылась. Ему нужно пройти Switch, роутер, Switch 0, Access Point. И потом уже он прибудет к пунктам назначения. И смотрим. Наш пакет сейчас на Switch. Щелкаем дальше, он попадает на роутер. Щелкаем дальше на Switch 0, дальше на Access Point. И дальше Access Point отправляет его двум пк. Но с этим пк IP адрес не совпадает. Так что компьютер его не принимает, а с этим совпадает и он его получил. Теперь смотрим, что нам нужно сделать. У нас есть вот такая вот таблица. Возвращаем наше все действие назад, к первому PDF файлику и открываем его. Мы можем его открыть в таблице. Я сделаю немного больше, чтобы было видно. Оно тушилось. Или можем открыть, нажав по самому конвертику. У нас открывается такое окно. И здесь мы можем видеть информацию. Например, мы находимся на устройстве вот таком вот. 182.16.31.2. Адрес источника у нас такой же, потому что это компьютер, с которым мы отправляем пакет. И адрес назначения это устройство, на которое мы отправляем. Далее смотрим. У нас в информации о ПДУ указан также адрес назначения, источника назначения, и также MAC адрес источника и MAC адрес назначения. И смотрим. Эти все данные совпадают с нашими данными вот в таблице. Можем двигаться дальше. Открыть, например, концентратор или по-другому хаб. Так как хаб это устройство физического уровня, у него нет ни IP адреса, ни MAC адреса. Что мы можем увидеть здесь вот в таблице. Так что мы ее пропускаем. И смотрим, что здесь тоже все пропущено. Двигаемся дальше. Switch 1. Switch это устройство канального уровня, и у него есть вот MAC адрес, но нет IP адреса. Что мы можем зафиксировать вот здесь. Что так зафиксировали. Двигаемся дальше. Роутер. Щелкаем. Вот. Пакет дошел до роутера. Открываем этот пакет. Ой. Это не тот, тот роутер. И смотрим, что у роутера уже есть и IP адрес, и MAC адрес, которые и записаны у нас в таблице. Таким образом, нам нужно сделать свои таблицы, которые у нас есть по заданию. Я перехожу в режим реального времени, и потом возвращаюсь в режим симуляции, чтобы все пинги прошли, и у нас в таблице все сбросилось. Я могу уже закрыть это устройство и смотрим. Нам нужно отправить яхозапрос с устройства 10.10.10.2 на устройство 10.10.10.3. Смотрим, где они находятся. Вот эти два устройства, и они находятся в одной сети. Так как они находятся в одной сети, наш пакет будет отправляться только по IP адресу. Что мы можем и увидеть? Нажав на компьютер 10.10.10.2, десктоп, командная строка, и пишем команду ping. Прописываем адрес устройства, на который мы хотим отправить ping. 10.10.3, нажимаем enter, смотрим, у нас появился пакет. Мы открываем его, и что мы можем увидеть? Что у нас есть только IP адрес, и нет MAC адреса. И мы сразу запишем эту информацию нам в таблицу. Вот устройство 10.10.10.2, которое в задании. И IP источника у нас 10.10.10.2, IP назначение 10.10.10.3. Как написано у нас на третьем уровне OSA в модели Fadoo файлики. Смотрим таблицы, что... Нажимаем еще раз кнопочку capture forward. Вот. И смотрим, что наш пакет оказался на access point. Открываем этот пакет, и смотрим, что у нас не указан... Ой. Что у нас не указан ни IP адрес, ни MAC адрес. Потому что это устройство физического уровня. Далее смотрим, что первый пакет отправляется на свитч 0, но свитч 0 не принимает, так как IP адрес не совпадает. И на... И на PPK 10.10.10.3, с которым совпадают. И с 10.10.2 тоже не совпадает. Открываем пакет на 10.10.10.3, и смотрим, что у нас указан тоже только IP адрес. IP адрес источника 10.10.10.3, и IP адрес назначения 10.10.10.2. То есть, как вы можете увидеть, IP адреса поменялись местами. Почему? Потому что если мы запустим, если мы продолжим нажимать кнопочку Capture Forward, то мы увидим, что пакет будет возвращаться к месту отправления. поэтому IP адреса поменялись местами. Вот. И пакет получен отправить. Далее. Двигаемся дальше. То есть, MAC адреса у нас не было. Далее. Ой, секунду. У нас небольшая проблемка с Excel. Вот. Мак адреса у нас не было. Я случайно включила формулы. Ну, бывает. Вот. Здесь лучше напишу No. Вот. Не было. Здесь тоже не было. Так же, как и здесь. И здесь. Можем продолжать. Теперь. Лучше откроем задание и посмотрим. Нам нужно отправить эхозапрос 172.16.31.2 на 172.16.31.3 Что у меня как раз и написано. Я уже написала на наше устройство, но лучше проверить. Я перейду в режим реального времени, чтобы все процессы закончились и вернусь назад. Так, здесь 172.16.31.2. Вот он. Наш пакет отправится на хаб. Вот он. И вернется и перейдет на 172.16.31.3. А потом вернется на хаб и еще раз вернется на адрес источника. Значит, здесь нам нужно прописать хаб. Я, чтобы не писать, просто скопирую. И вот здесь. Выделю все. Ай. Выделю все. И... На меня обиделся Excel и не хочет работать. Иногда бывает. Вот. Все работает. Теперь нам нужно также определиться с MAC-адресами и IP-адресами на этих КПК. Смотрим, что они находятся тоже в локальной сети и соединены между собой хабом. И так как хаб физическое... устройство физического уровня, MAC-адрес нам тоже не понадобится. Так что MAC-адрес мы пишем no. И IP-адрес источника и значения мы с вами проверим. IP-адрес источника у нас будет 172.16.31.2, потому что мы с него отправляем. Вот. Открываем наш КПК, командная строка. Приставим самый низ и пишем команду ping. И адрес назначения у нас 172.16.31.3. Я человек ленивый, просто скопирую, изменю последнюю цифру и все. Вот она. И теперь нажимаем кнопку Capture Power Forward и смотрим, что пакет двигается так, как мы с вами уже обговорили. И смотрим, что в пакете, который находился на девайсе отправителя, указан уже... Ой, открываем. Ауч. Он постоянно прячется от нас. Что у нас указан IP-адрес источника и IP-адрес назначения, который мы напишем нам в табличку. Источника, так как я и говорила, вот, и назначение с циферкой 3 в конце. Есть. Теперь нам нужно открыть в хабе и удостовериться, что у нас нет ни информации о IP, ни информации о MAC. Нажимаем далее. Пакеты отправляются. Один совпадает, второй нет. Открываем тот, который совпадает. Он находится вот здесь. И смотрим, что у нас указан IP-адрес. Вот он. А MAC-адрес нам не интересен, так как мы находимся в локальной сети, и нам это не нужно. Пишем. IP-адрес источника 10.10.10.3. Вот. И назначение, контрол, 10.10.10.2. Все. Теперь мы можем двигаться дальше. Эхо-запрос с 172.16.31.4 на 16.31.5. Итак, смотрим, что в следующем задании нам можно сделать то же самое. Но здесь будет небольшой нюанс, так как эти два устройства не есть в локальной сети. Они в локальной сети, но они между собой соединяются с помощью свитча. Свитч это устройство канального уровня, и поэтому у нас уже будет MAC-адрес, который нам нужно будет записать в таблицу. И также посмотреть, куда двигается наш пакет, и записать всю нужную информацию. Я думаю, что вы с этим сможете справиться сами. Поэтому я предлагаю двигаться к более сложным таблицам. Я покажу, как делать одну из них, а вторую вы тоже попробуете сделать сами. Перехожу в режим реального времени. Возвращаюсь в режим симуляции. И смотрим. Нам нужно отправить эхо-запрос с 172.16.31.4 на 10.10.12. Это уже будет намного интереснее, так как нам нужно будет отправить с одной сети в другую. И также с этим я предлагаю сделать вторую табличку, потому что она будет сложнее, а та, которая легче, вы попробуете закрепить сами, сделаем ее сами. Я скопирую IP-адрес источника, открываю это устройство, вот оно. Открываю desktop, командную строку, пишу команду ping. Даю enter и... Ой. И нужно прописать здесь немного не то, что я сделала, потому что нужно прописать адрес другого АПК. Но если я написала адреса другого АПК, тот пакет просто отправится и вернется назад, как вы можете видеть. Вернусь в режим реального времени, чтобы забросить режим симуляции. И теперь уже пропишу правильный пинг. Не на 10.10.10.2. Все правильно. Нажимаю enter. Вот у нас появился пакетик. И смотрим, что у него уже будет... Ай, открываем, открываем. Смотрим, что пока что у нас только IP-адрес источника и назначение, потому что мы пока еще в локальной сети. Нажимаем кнопку capture forward. Еще раз. Видим, что пакет у нас приехал на свитч. Открываем на свитче. И видим, что у нас уже есть MAC-адрес. Вот. Но нет IP-адреса, потому что свитч это канальное устройство. И значит, что IP-адрес здесь не меняется. Он просто сохраняется у нас в информации. И передвигается дальше. Эту информацию нужно записать в таблицу. Нажимаем еще раз кнопку capture forward. И пакет передвигается к роутеру. И, как видите, что-то не сошлось. Нажимаем еще раз кнопку capture forward. Отправляется еще один пакет. Далее он отправляется к роутеру. Роутер должен его принять. Видите, он принял. Значит, все окей. Иногда бывает, что один из пакетов не приходит. Поэтому отправляются все четыре. Так, смотрим. Теперь у нас есть и IP-адрес, и MAC-адрес. Вот. В лейере 2. Это все нам нужно записать нам в таблицу. И также не забудьте прописать все устройства, по которым двигался наш пакет. Это было наше устройство. Потом switch. Switch 1. Дальше роутер. Дальше он пойдет к свечу 0. Access Point. И потом только к устройству. Пишем switch 0. Потом Access Point. И потом наше устройство. У меня лишняя строка, но это не проблема. Вот. Это можно удалить. Вот так. И делая все так же, как и с предыдущими устройствами, вам нужно запомнить всю эту таблицу. И также повторить это для предыдущих. И на этом наша первая часть закончится. Во второй части я хочу напомнить, что нужно ответить на все вопросы. Если вы проделали все таблицы, для вас это будет очень легко. И вы сможете набрать свои 100 баллов за этот пакет Tracer. А на этом все. Спасибо за внимание. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok